Самый главный слайд, который бы я мог сказать. Управление личной эффективностью. Важнейшей частью вашей строящейся системы самоуправления являются не только обстоятельства, а люди и их поведение. Именно поведение людей, находящихся как непосредственно рядом с вами, так и в общем пространстве, влияют на вас. Параллельно с этим вы испытываете на себе воздействие от средств массовой информации и различных информационных потоков, которые также заставляют вас колебаться и изменять свои модели поведения, отступая от ранее принятых решений. Можно ли вам быть неэффективным? Наверное, вопрос очень простой и подразумевает только однозначный ответ. Но я усилю свой вопрос. Можно ли вам отдать свою жизнь на воле обстоятельствам? А если да, то тогда кто-то или что-то будет управлять вашей жизнью. Быть эффективным – это не вопрос, можно или нет. Вы просто должны быть эффективным. Вот и все. Тут нет выбора. В мире произошли глобальные изменения. Вы это прекрасно знаете сейчас. И вы видите, что то, что когда-то работало, то сейчас может уже и не работать. И как вы видите сейчас, своих сотрудников их нет. Для вас инструмент – это видеочат. Давайте введем правило номер шесть. Начни с себя. Что это значит? Применяя этот процесс повышения личной эффективности к самому себе, вам необходимо демонстрировать постоянное усердие в его практическом воплощении и росту своей эффективности. Усердие – это твердая готовность и большой труд, особенно на первых порах. Это не быстродействующее лекарство, потому что оно должно обеспечить устойчивое развитие в вашем поведении. Умение сказать «нет». Для развития личной эффективности вам, как руководителю, в первую очередь необходимо построить защиту вашего времени. Это значит построение защиты от потенциального переключения. Что значит переключение? Допустим, вы работаете над какой-то конкретной задачей. Пишите отчет. И вдруг раздается звонок. Вы думаете, смотря на телефон. Так, ничего страшного. Я сейчас быстренько за две минутки отвечу, и все. Как только вы взяли телефон и начали разговаривать по телефону, все. Ваш мозг так не считает. Отвлечение на телефон – это внешний отвлекающий фактор. Вокруг нас полно отвлекающих факторов, которые в сочетании с современными методами труда и рекомендациями быть всегда включенными, сильно снижают вашу эффективность и продуктивность вашей работы. По результатам одного из исследований, отвлекающие факторы от офисных сотрудников постоянно говорят о том, что они работают в среднем всего лишь 2 часа в день. Поэтому для вас задание номер 9 – включить постоянный контроль над переключениями и избегать. И лучшим инструментом контроля – это отключить все возможные уведомления, все отвлекающие факторы, когда вы сосредоточены на своей работе. Так вот, эти исследования показали, что из 8 часов времени офисные сотрудники переключаются и потеряют 2 часа в день. Результаты другого исследования показали о том, что потребуется время на возвращение первоначальной задачи после того, как вы переключились, порядка 30 минут. Представляете? Вы вообще даже можете к ней просто не вернуться, потому что увлеченные следующим отвлекающим фактором, вы потеряете нить событий. И вы не сможете вспомнить, над чем вы работали. Так вот, отвлечение для мозга – это ручной тормоз, за который вы хватаетесь, едва только разогнавшись. Если рассмотреть ситуацию подробнее, то для того, чтобы выйти на пик эффективности в любой работе, нашей психике необходимо примерно полчаса. Вы работаете, набираете обороты, погружаетесь в вопрос и переключаетесь. Так вот, чтобы вернуться туда, вам потребуется еще полчаса. Представляете, какие потери времени. Каждый раз, когда вы пытаетесь начать работу заново, вам приходится заново активировать миллиарды свежих, недавно созданных нейронных связей, некоторые из которых могут в любой момент исчезнуть. Устраняем препятствия для личной эффективности. Поглотители времени. Поглотители времени – это хронофаги. Хронофаги – это используется греческое слово. Кстати, в результате еще одного исследования был подготовлен расчет, согласно которому среднестатистический офисный сотрудник эффективно работает примерно всего лишь 2-3 часа из 8, которые он проводит на рабочем месте. Остальное съедают время поглотители. Один из терминов в области управления временем – это хронофаги, обозначающие любые отвлекающие объекты, мешающие или отвлекающие от основной деятельности. Хронофаги могут быть одушевленными или неодушевленными. Наиболее распространенные хронофаги – это нечеткая постановка целей, отсутствие приоритета в делах в том числе. Термин хронофаги обронизован от греческих слов «хронос» – время и «фаг» – пожирать. И дословно переводится как «пожиратель времени». В процессе курса мы рассмотрим их подробно. И начнем мы с вами с такого интересного поглотителя времени, как ваши коллеги. Казалось бы, неужели коллеги являются хронофагами? Именно от кого необходимо защищаться и как это сделать? Мы поговорим о работе, и это коллеги. Помните, как это было раньше? Вы сидите на работе, к вам подходит коллега и начинает болтать или предлагает «пойдем попьем чайку, сходим в кулеру или пойдем покурить». Это многим знакомо. Сейчас вы не так работаете, но есть звонок, можно позвонить, слышишь звонок, отвечаешь «О, привет, как дела, что делаешь, как ты?» И это, как только вы переключились, помните, это очередное дергание ручника, ведь только вы разогнались, только вы собираетесь погрузиться в работу, отстаиваете, набираете скорость заново, вам приходится переключаться. По одной простой причине, что эти коллеги, которые отвлекают вас, да они просто-напросто не хотят работать. Что это значит? Это значит следующее, что когда человек вам звонит во время рабочего дня или пишет и звонят, и начинает вещать про свою личную жизнь, проблемы, ситуацию в мире и про самые актуальные новости, вам просто нужно сказать «Слушай, все это здорово, интересно, но я сегодня до шести занят», или «Смогу тебе перезвонить, когда у меня будет перерыв». А если вдруг не перезвонил, набери мне шесть, и я с удовольствием с тобой поболтаю. Странно, но почему-то в свое свободное время вам никто не звонит. Не нужно заставлять, не нужно говорить, что я не буду с тобой работать, просто скажите «Я позвонил не после шести». Но после работы люди обычно не звонят. Они звонят, поговорят в течение дня, чтобы не работать. Это типичный пример, как встраивание одного действия может дать вам уже очень хороший результат. Задание 10. Контролируйте, пожалуйста, время, потраченное на бесполезное, не по работе, общение с коллегами в течение рабочего дня. Друзья, наши друзья, как и мы с вами, они тоже оказались в новой ситуации, но в разных условиях, потому что мы в разных компаниях работали. В каждой компании был свой ритм жизни и уровень нагрузки, а также с разной скоростью работы самих компаний. К сожалению, друзья тоже периодически могут съедать наше время. Скорее всего, вам знакомы такие ситуации, когда вам по просьбе друзей приходилось что-то делать, хотя вам на самом деле этого не очень-то хотелось делать. Просто поговорить, пожалеть, выслушать и так далее. Дружба – это святое. Но надо помнить о том, почему мы работаем здесь, для выполнения своей работы. Работа – это не только результат, который от тебя хочет руководитель. Это не постоянные совещания, но и способ выжить в этих непростых кризисных условиях. Можно сказать с уверенностью, находиться дома на карантине, работая гораздо лучше, чем на карантине и без работы. Ну что ж, и задание 11. Планируйте время для общения с друзьями на время перерывов для того, чтобы получить эмоциональный заряд или после работы. Еще одна группа хронофагов, которые постоянно нас с вами отвлекают, это наши любимые родственники. Сейчас вам как никогда легко привести пример из своей жизни, когда семья стала играть гораздо большую роль в жизни, так как мы оказались в одном пространстве. Это самые близкие люди, но в то же время и самые большие поглотители времени. Они могут и эдак, и так стараться сделать так, чтобы вы что-то сделали. Но дело в том, что эти ситуации вас угнетают. Когда вы посчитаете, сколько вы убили время, постоянно отвлекаясь на возникающиеся и минутные просьбы ваших родственников, и во что вам обходится такой человека час, вы поймете, они здесь ни при чем. Они, это вы, не смогли научиться защищать свое время. И поэтому задание номер 12. Выстроить отношения с родственниками на принципе взаимоуважения, понимание занятости каждого члена семьи, оговорив время отдыха. Не забывайте о том, что вам нужно научиться говорить нет. Просто говорить нет. Без защиты своего времени, причем жесткой, вам будет сложно что-либо успеть. Поэтому обязательно нужно встраивать и отрабатывать такую систему, заранее продумывать, как говорить нет. И если вы начнете объяснять свое нет, оно не сработает. Например, нет, я не могу. В ответ, а, тогда когда ты сможешь? Давай через полчаса, например. Через полчаса я тоже не могу. Ой, а когда? Давай через час. Давай вечером, через пару часиков. Друзья мои, это не сработает. Вот вам очень просто, что нельзя использовать оправдание в процессе того, когда вы говорите. Нужно помнить главный принцип. Как только вы начинаете оправдываться и объяснять, почему нет, вы сразу загоняете себя в угол. Это относится к любой ситуации, кстати, в том числе и к личной жизни. Когда вас пытаются использовать и заставить делать то, что вы реально не хотите. В ответ на ваши оправдания другая сторона сразу находит обходные пути, чтобы преодолеть все возражения. Чтобы вы не сказали, например, я не поеду на дачу или еще что-то, потому что как только вы ответили, почему, вы проиграли. Нам нужно научиться говорить и использовать универсальный ответ. Потому что не хочу. Когда вы отвечаете по-другому, вы даете им лазейку. Например, у меня были другие планы. Какие? Лучше говорить просто я не хочу. На любые возражения, типа у меня нет времени, последует хорошо, а когда у тебя будет время? Они всегда найдут логический обход. Я не хочу. Это очень сложно что-то возразить. Но, друзья мои, всегда нужно помнить следующее. Потому что мы подвержены с вами манипуляциям. Манипуляции с разных сторон. Поэтому лучше всего отработать это на родственник. Это самая сложная группа. Стартуйте с более этого варианта. Когда вы начнете защищать свое время и говорить нет, любым попыткам его использовать, первой реакцией будет возмущение. Ведь люди привыкли к тому, что вы постоянно говорите да. Привыкли вам манипулировать. И как только стандартный метод перестанет работать, это вызовет у них возмущение. У ваших окружающих есть стандартная зона комфорта. Они точно знают, что что они скажут, вы сделаете, иначе они вам скажут, ты нас не любишь. Вы сделаете все, чтобы они вас простили. Но вас будут пытаться всеми способами затащить обратно в свою зону комфорта, применять новые способы манипуляции, но через какое-то время привыкнут и начнут сами решать свои проблемы. Ситуация может повториться несколько раз, 5, 7, 10 раз, но это не означает, что людям станет нравиться ваше поведение. Они просто привыкнут, что у вас есть свое время, и вы его защищаете. Дети. Конечно же, если вы работаете дома, то все расписание должно быть подстроено под детей. Маленькие дети. Если дети маленькие, то, конечно, когда дети спят, тогда мы и работаем. Или, когда они проснулись, и кто-то из ваших близких помогает вам работать. Еще есть альтернативные варианты, много разных игр, которые можно предложить им, для того, чтобы они что-то во что-то поиграли. И вот так мы можем набрать некоторое время. Чуть постарше дети просто объяснить, папа или мама работает. Конечно, для пятилетней, не семилетней дочке не объяснишь, когда она заходит тебя обнять. Это приятно. Но обнявшись, вы снова продолжаете работать. Вводя четкие границы, что вы работаете, что у вас есть представление о том, что вы регулярно занимаетесь делами, это важно. И дети со временем начнут помогать, понимать. Я уверен, что вы уже смогли наработать какую-то свою собственную практику. Итак, задание номер 13. Еще одно. Пунктуальность. Вообще, пунктуальность это редкая черта. Сегодня вы не опаздываете никуда к назначенному времени. И вырабатываете в себе новую привычку приходить вовремя, начинать вовремя, делать все по плану. Это будет как раз ваша внутренняя дисциплина и организованность. Пунктуальность это важный и редкий навык. Но для вас важно быть пунктуальным по жизни, пунктуальным всегда, везде и все делать вовремя. Задание 13. Максимальная сосредоточенность на пунктуальности. Ну что же, еще один момент хочу вас предупредить. На ранних стадиях применения инструментов управления временем возникает синдром беспокойства о времени. Иногда даже крохоборство. Ничего страшного в этом нет. Это быстро проходит. Зато остается другое. Когда вы начинаете осознанно принимать, применять методы и технологии управления временем, вы шаг за шагом начинаете ощущать, как время становится управляемым, под властным вам ресурсом. и вы чувствуете, что это стало гораздо легче планировать, распределять, пусть пока и не идеально, но все же результат уже приемлемый. У вас есть возможность впервые, может быть, появилось свободное время и вы можете выделить его на спонтанные, на первый взгляд безумные вещи, какую-то творческую лень, созерцание и другие занятия, не имеющие непосредственной задачи к цели. Планируя свое время, важно помнить, что наполненность и насыщенность времени это такое же его качество, как и арифметическое количество. Жизнь продолжается сегодня, сейчас. Живите ей на полную катушку. Итак, подведем к небольшим итогам. Переключение, говори, учимся говорить нет и ловим момент управления здоровьем. Как вам, наверное, покажется немного удивительным, когда мы говорим с вами о личной эффективности, вдруг ни с того, ни с сего мы с вами говорим о здоровье. Но без управления основным инструментом нашей жизни, без человеческого тела, все разговоры о здоровье и о личной эффективности пустой звук. Если тело не наполнено энергией, если у вас плохое самочувствие, то все, что бы вы не сделали, никогда не принесет вам какого-либо удовлетворения. Именно поэтому я рассматриваю физическое состояние тела как одну из грани вашей и моей системы управления личной эффективностью. Управление физическим состоянием я хочу начать с самого главного и в то же время с самого простого и понятного для всех с питанием. Что же мы с вами предположим в отношении питания? Питание это естественная энергия, которую мы получаем извне. И строить какие-то долгосрочные стратегические планы, не наведя порядок в получении энергии, мы с вами не можем. Поэтому давайте в рамках этого курса мы возьмем на себя ограничения и сформируем простую и эффективную на мой взгляд комфортную диету. Каждый из вас пусть ее отрегулирует под себя, но мне бы очень хотелось чтобы вы исключили алкоголь, курение, фастфуд и вредные продукты, кофе и сахар. Задача запустить и сделать себе создать разумную диету. В течение этих двух недель вы испытаете легкость от того, что вы смогли управлять своим питанием. Поэтому задание номер 14 принять решение от чего вы откажетесь на время прохождения нашего курса. Ответ разместить в комментариях к своему посту. Ну и конечно у нас теперь появился режим питания. Соответственно если у вас есть план почему бы в него не поставить и режим питания. Режим питания это обычное потому что он при режиме при правильном режиме он не перегружает на желудочно-кишечный тракт за счет чего тело нормально работает и вот приблизительный режим может быть такой завтрак с 7 до 8 может быть до 9 обед с 12 до 14 потом полник в 4 в 5 и ужин примерно в 7 часов вечера. Выбирайте для себя максимально комфортно для себя. сон конечно же сон сон источник вообще постоянно нашей энергии когда мы восстанавливаемся подъем и отбой это важные моменты когда ложиться спать и когда вставать знаете такая пословица очень хорошая ложиться спать сегодня а просыпаться завтра это должно быть одно и то же время рассчитайте сколько вам нужно часов чтобы выспаться по возможности находите время для дневного сна или краткосрочного отдыха продолжительностью от 15 до 45 минут некоторые мои клиенты например используют для этого каршеринг раньше они приходили снимали машину и просто там спали днем используйте любые правила и самые распространенные практики для повышения эффективности своего сна ну проветривать помещение за что время комнаты создать максимальная темнота для выработки гормона сна поднять высокий уровень которого поможет вам заснуть и хорошо выспаться эффективность сна эффективность сна существенно повышает ваш уровень энергетики это вам поможет если вы вовремя ложитесь спать и засыпаете прописные истины как бы казалось бы да но режим помогает засыпать и просыпаться в одно и то же время о слышите замечательный будильник какой работает можно просыпаться по разному я например стараюсь проснуться по фитнес браслету который будет меня в течении с фазы легкого сна возможно просыпаться выстраивая будильник примерно понимая сколько тебе нужно выспаться есть другой способ поставить один будильник когда он прозвонил вы точно понимаете что через полчаса прозвонить еще то есть два и так потихонечку просыпаться выбирайте для себя любое но вот вам задание спланировать оптимальный режим сна в течение вашего курса во сколько у вас будет отбой во сколько подъем и еще важный момент попытайтесь простроить план факт когда у вас это действительно получилось а когда не получилось физические нагрузки без физических нагрузок мы с вами вообще не в состоянии что-то делать нам необходимо физические нагрузки первое обязательно начните день с какой-нибудь физической активности не важно что это будет выберите сами сейчас мы говорим уже не о вашем здоровье то что оно станет лучше и хорошо мы говорим об эффективности цели напрямую связаны с вашей эффективностью тогда причем здесь зарядка спросите меня вы дело в том что проверено и доказано многими специалистами на практике день проходит гораздо эффективнее если вы начинаете его с физической активности просто попробуйте так сделать и обратите внимание насколько хорошо или лучше вы себя почувствуете сразу после пробуждения сладко потянитесь поочередно прижмите колени к животу этим самым вы включите желудочно-кишечный тракт и зарядка 5 минут всего 5 минут ежедневной зарядки могут вам помочь быть эффективными да это всего лишь 5 минут но что же вам поможет сделать пожалуйста либо сами либо видеотренажер либо включите какое-нибудь упражнение с тренером либо еще что-то журнал тренировок вот задание номер 16 итак режим журнал тренировок зарядка кардио силовые воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница выбирайте любые любые зарядки которые вам больше всего подойдут ну что ж теперь мы с вами движемся дальше еще так давайте подведем небольшие итоги что у нас питание сон и физические нагрузки следующим наши момент